Секрет здоровья в движении, уверена Татьяна Чернышева. Говорит, скандинавская ходьба – лучшее лекарство от возрастных болезней. Главное, перед стартом хорошо размяться. У всех, кто правильно ходит, улыбка на уста, все прекрасно чувствуют. Мы ведь ходим ежедневно, ежеминутно буквально, да, если не сидим, не работаем или не спим. Почему бы эту возможность свою естественную не использовать для собственного здоровья? Красота среди идущих. Главное здесь не скорость, а заряд бодрости и хорошее настроение. Дистанцию почти в 2,5 километра преодолевают для здоровья и удовольствия. Чего не скажешь о молодом поколении. Юные участники дня ходьбы метнулись вперед, словно в борьбе за чемпионский титул. Расстояние в полтора километра для молодых спортсменов не проблема. Здесь все те, для кого физкультура – образ жизни. Когда я занимаюсь спортом, у меня больше всего, я больше всего становлюсь сильнее и здоровее. Организм развивается, то есть двигаться интересно. И весело, когда с друзьями там берешь, например, бегаешь. Мне хочется быть сильным, чтобы меня никто не обижал. Участники дня ходьбы делятся. Было бы здорово, если бы каждое субботнее утро начиналось с коллективной прогулки по живописной набережной. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События.